Добрый день, дорогие друзья! Как и обещал, стараюсь регулярно вести рубрику с ответами на ваши вопросы. Сегодня отвечу на пять понравившихся из них, которые были получены на самом деле в Инстаграме. Там почему-то вопросов больше, а они интереснее. Ну вот первый вопрос, вроде бы простой, но в то же время актуальный. Что обычный гражданин может сделать, чтобы как-то повлиять на ситуацию? Смотрите, вообще главная политическая задача этого режима сделать так, чтобы от граждан ничего не зависело. Ну или во всяком случае, чтобы граждане считали, что от них ничего не зависит. На самом деле так сохранять власть намного проще. А никакой другой задачи у этой банды просто нет. Только воровать и удерживать власть, чтобы за наворованные не спросили. Естественно, в такой ситуации у всех нас возникает некоторая апатия. Не хочется ничего делать, руки опускаются, и вообще непонятно, как на ситуацию в стране это можно повлиять. Но на самом деле не все так ужасно и безнадежно. Время от времени даже этой власти нужна внешняя, ну хотя бы внешняя легитимность. Путин по объему власти и полномочий уже вполне себе царь, но все же еще не монарх. Главное, что отличает его власть от монаршей, это легитимность. Власть монарха, она по рождению, от крови. А нашего царя мы хоть и формально, но все-таки избираем. И в моменты такого переназначения Путин начинает нуждаться в гражданах. Ну, точнее, в ваших голосах. Сейчас как раз такой момент. Путин по некоторым причинам очень хочет протащить изменения в Конституцию. Это важная часть его плана по удержанию власти. Для этого поправки в Конституцию, он хочет, чтобы за них проголосовало абсолютное большинство. Понятно, что будут накидывать, будут сгонять на голосование, будут фальсифицировать результаты. Все это будет. Но полностью сфальсифицировать массовую явку, да еще и одобрение путинских инициатив они не смогут. Ну или, знаете, так сказать, на самом деле наплевав на все, конечно, можно, но это будет очень заметно. А это проблема. Проблема для Путина. Он ведь собирается на самом-то деле призывать всех, чтобы одобрили нарушение закона. Его изменения в Конституцию противоправны от начала и до конца. И ему надо, чтобы под этим беззаконием подписалось большинство. А в наших силах сделать так, чтобы ни у кого не осталось иллюзий о всенародной поддержке. Не позволить им сделать вид, что все было честно. И если у нас получится, не позволить им сделать такой вид, то это сильно поменяет ситуацию. Конечно, Путин не уйдет в отставку. И даже от планов по удержанию власти не откажется. Но это здорово ограничит его возможности по превращению страны в азиатскую деспотию. Еще один вопрос. Что будет с дворцами и яхтами так называемых друзей Путина после его ухода? Замечательный вопрос. Спасибо. Понятно, что самый простой ответ. Мы у них все отберем и отдадим государству, людям и так далее. Ведь все это куплено и построено на деньги, украденные у государства и у каждого из вас. Но все не так просто. Если мы не хотим сами превратиться в Путина, который отбирает собственность просто по личному усмотрению, это дико бьет по экономике страны, то мы должны действовать по закону. А значит проводить настоящий состязательный судебный процесс. Доказывать вину людей по всем правилам и трактовать все сомнения в пользу обвиняемых. Даже если мы этих обвиняемых с вами сильно не любим. Это все сложно и долго. А сроки давности будут подпирать. А количество таких процессов будет велико. А незапятнавших себя судей и прокуроров будет не хватать. То есть если мы захотим все сделать правильно, это будет очень непросто. Какой выход? Выход простой. Готовиться надо заранее. Вот я, например, запустил проект в досье. Помимо просто расследований в рамках этого проекта мы готовим базу для будущих судебных процессов. Это значительно упростит и уменьшит количество юридической и процессуальной работы, когда процессы в отношении путинских дружков-коррупционеров смогут начаться. Понятно, что мы все охватить не можем. Мы берем только самые заметные дела, самые, так сказать, неприятные персоны. Но зато с удовольствием примем помощь от общественности. Если у вас есть такая вот юридически значимая информация про путинское окружение, про их преступления, то мы будем рады пустить ее в работу. А теперь я возвращаюсь в начало вашего вопроса. Что делать с яхтами и дворцами, купленными на наворованное? И вот здесь есть еще одна проблема. Допустим, по решению независимого суда мы изымаем в доход государства дом Сечина в виде буквы ЖО на, на секундочку, 25. Тысяч квадратных метров. Или его пятиэтажную квартиру, по-моему, там то ли полторы, то ли две, то ли три тысячи квадратных метров. Или его же 85-метровую яхту. И вот что с этим всем делать? Зачем государству держать на балансе всю вот эту вот азиатскую роскошь? Продать? Ну, допустим, яхту еще кто-нибудь купит. Какой-нибудь, так сказать, человек, иностранец или, я не знаю, кто-то, кто заработал много денег. А какой идиот купит дом на 25 тысяч квадратных метров, построенный по проекту Сечина? Кто это купит без дисконта во много-много раз? Проблема в том, что расходование денег путинскими друзьями соответствует их общему профессиональному и интеллектуальному уровню. Они не умеют зарабатывать деньги. Это мы все знаем. Они умеют только воровать, но и вкладывать они тоже не умеют. Только бессмысленно тратить. И вот здесь-то, к сожалению, ничего не поделать. Во многом те деньги, что украдены путинским окружением, вернуть уже не удастся. Не потому, что кто-то хочет им эти бабки оставить, а просто потому, что эти деньги буквально закопаны в землю. Ну вот, к сожалению, такова природа путинского режима. Они крадут деньги у страны. Они лишают целые поколения надежд и перспектив. Они оставляют страну без будущего, а сами просто не знают, что делать с награбленным. На фоне китайской эпидемии, скажите, глобализация-то хорошо? Любопытно, да? Вопрос хороший, потому что сложный. Давайте по порядку. Вот в чем проблема эпидемии коронавируса? Я сейчас не про нашего коронного вируса говорю, а про китайского. Вот коронавирус передался человеку от каких-то экзотических животных. Скорее всего, от летучих мышей. Вероятно, какие-то китайцы поели сырых летучих мышей, и мышиный вирус передался человеку. У человека иммунитета к этому вирусу нет, он как-то преобразовался в человеческом организме, и вот уже новый грипп или пневмония косят людей. Конечно, в современном мире с его развитыми коммуникациями вирус успевает распространиться по всему миру и вызвать эпидемию. Раньше ведь, как бывало, появился новый смертельный вирус, выкосил всю деревню, прежде чем они успели его в соседнее племя или в соседнюю деревню передать. То есть у нас получаются две причины эпидемии. Первая – это средневековая привычка, например, есть сырых летучих мышей, даже не проверив их безопасность. Вторая – современные коммуникации, которые позволяют разнести вирус по всему миру. И нам на самом деле надо выбрать, от чего мы готовы отказаться. Нам в смысле, как человечеству, мы готовы отказаться от всех достижений цивилизации или мы должны отказаться от привычки, ну, например, вот есть экзотических животных. Думаю, что ответ-то очевиден. У глобализации на самом деле есть много побочных эффектов. Стираются различия, мы теряем культурную самобытность, появляются новые риски, но при этом необходимо отдавать себе отчет, что мы очень много выигрываем. Научное, культурное, экономическое взаимопроникновение – они делают нас всех в целом богаче и в культурном плане, и чисто материально. Вот экономический рост последних десятилетий во всем мире, который Россия не коснулся, к сожалению, но экономический рост последних десятилетий – это во многом достижение глобализации. А главное надо понимать, что глобализация – это объективный процесс, он не зависит от нашего желания. Если кто-то не хочет участвовать в глобализации, он проиграет, его просто сотрут. Хотим мы или нет, глобализация как способ конкурентного выигрыша будет усиливаться. И от нас зависит только одно – сумеем ли мы обратить этот процесс себе на пользу, или мы будем пострадавшими от него. Как вы относитесь к КПРФ? Ну, что скажу, здесь надо четко разделять две вещи. КПРФ как конкретную организацию со своим руководством и те идеи и ценности, которые стоят за коммунистическими или социал-демократическими партиями. КПРФ как партия, к сожалению, превратилась в абсолютно лояльную режиму и абсолютно соглашательскую организацию. Вот когда говорят про КПРФ как про оппозицию, то это вот просто смешно. Это, конечно же, еще одна партия поддержки Путина. Партия, которая во многом управляется из администрации президента. Я, конечно, не обвиняю рядовых членов партии. Ну, нет, что говорить, среди них очень много идейных, искренних людей, которые поддерживают партию частично в силу привычки, частично потому, что у них нет другого представительства, частично просто потому, что это их взгляд на жизнь. Вне зависимости от того, нравится ли мне самому социал-демократические идеи, они, безусловно, имеют много сторонников. И в мире, и в России. Это понятное, объяснимое и естественное направление общественной мысли. Есть много сторонников высокой доли государства в экономике, высоких налогов, высокой доли перераспределения. Это нормально, такие взгляды. Хотя я лично имею другие. Но и такие люди должны иметь своих политических представителей. Вообще, левый тренд в политике, он очевиден. А вот КПРФ этих людей на самом деле не представляет, как и Путин. Путин вообще очень правый президент с левой популистской риторикой. Ну, собственно говоря, не он первый автократ или даже диктатор с такой политической линией. На словах он обещает социальные поправки в Конституцию с повышением РОД, с индексацией пенсии. А на самом деле, я даже не могу сказать, что он кидает нищенскую подачку. Он вообще ничего не кидает. На фоне многомиллиардных подарков своим друзьям. Остальных он просто кидает. Путинская политика – это мафиозный капитализм для друзей. Все остальные – просто ненужный ресурс. На которые надо расходовать то, что можно было бы украсть. И вот тот факт, что руководство КПРФ десятилетиями поддерживает такую политику, говорит нам, что стране нужна нормальная социал-демократическая партия с другими лидерами. Поэтому, резюмируя, я считаю, что в политике должны быть представлены социал-демократические идеи. Но нынешние руководства КПРФ их давно не представляют. Это только симулирует, препятствуя развитию в стране, социал-демократической идеи. Идеи, которая на самом деле очень нужна нашему обществу. Почему лидеры цивилизованных стран вообще ведут диалог с Путиным? По разным причинам. Кто-то решает свои личные политические задачи. В рамках таких задач тактический союз с Путиным для них очень уместен. Кто-то готов вести диалог с Путиным для получения экономической выгоды для своей страны. Кому-то, я допускаю, Путин искренне нравится. Нравится, ну вот как ролевая модель. Правит вечно, действует без оглядки на оппозицию, законы. Ему не грозит импичмент. Можно только позавидовать. У всех иностранных лидеров и у всех иностранных политиков своя повестка. Мы им интересны. Постольку, поскольку. Это ведь только кремлевская пропаганда нам внушает, что Запад только и думает, как что-то в России там ужасное устроить. На этой неделе отношения России и США совершили резкий, хотя и ожидаемый поворот. Прогибаться дальше, слушая вранью из Вашингтона, уже не имеет смысла и просто вредно. А Запад-то занят своими делами и вспоминает про нас только в контексте своей внутренней повестки. Мы им пофигу. И это на самом деле хорошо. Это, с одной стороны, лишает нас ненужных иллюзий. Не надо надеяться на кого-то, что кто-то придет и сделает все за нас. Нет. Только мы сами сможем изменить страну. Россия – наша страна. И заниматься преобразованием своей страны должны только мы сами. С другой стороны, это дает нам некоторые возможности. Если западных лидеров Россия волнует только в контексте их внутренней повестки, если они готовы дружить с Путиным ради своих внутриполитических целей, то это дает нам рычаг для воздействия на них. Можно создать ситуацию, когда им будет политически невыгодно публично общаться с Путиным и тем самым выражать ему и его политике поддержку. Это интересная задача, которую надо решать и которую мы решаем. Работаете ли вы над какими-нибудь книгами? Я вот специально вышел за привычный регламент ответа на пять лучших вопросов ради короткого ответа на этот. Да, я действительно заканчиваю работу над небольшой книжкой. В этой брошюре я обобщаюсь и систематизирую свои взгляды на будущее России, на проблемы государственного устройства страны. Брошюра будет издана в электронной версии и доступна всем желающим. Так что следите за моими социальными сетями. Я обязательно оповещу всех подписчиков, как только материал будет окончательно готов. Друзья, спасибо вам за хорошие вопросы. Присылайте еще, а я постараюсь на самые интересные из них отвечать. Счастливо.